Всем привет! Меня зовут Соня, и сегодня я хотела бы поделиться с вами нашим опытом получения прав в Америке. Совсем недавно, несколько недель назад, нам пришли наши первые права. Мы проживаем в штате Вирджиния, поэтому моя информация будет актуальна для этого штата. Но я знаю, что есть небольшие различия по разным штатам, но в целом все примерно одно и то же. Начнем с того, что для того, чтобы получить американские права, вы должны прийти в DMV, это что-то типа ГАИ, только в Америке, недалеко от вашего дома, то есть ближайший от вас. Вы туда приходите, берете номерок и ожидаете вызова в окошко. Сразу приготовьтесь, ждать вам придется достаточно долго. Мы, по-моему, два часа сидели и ждали. Вот, то есть народу там очень много. После того, как вас вызовут в окошко, вы должны будете сюда предоставить документы. Это в нашем штате, я не знаю, как в остальных. Это было ID, подтверждение легального статуса нахождения в США, подтверждение резиденции в Вирджинии, что вы проживаете в Вирджинии. Это было два... Это может быть БИЛ, это может быть письмо на ваше имя по вашему адресу. По-моему, два мы предоставляли документа. И social security number, если он у вас есть. Но если у вас нет, там прям так указано. Если у вас есть, если нет, то ничего страшного. Вы предоставляете эти документы в окошко. Они принимают, проверяют, затем у вас зрение. И говорят, что вам пришлют... Они отправляют ваши документы на проверку. И ожидайте подтверждения по электронной почте. В течение от нескольких часов до, по-моему, 14 или 10 дней. Какой-то достаточно длинный промежуток времени. Мы такие хорошо ушли. Мы ждали, по-моему, дней 10 рабочих дней. И нам пришло подтверждение на почту, что наши документы проверены. И мы можем приходить для сдати теоретического и практического экзамена. К этому времени я уже начала учить теорию. На специальных сайтах, которые я нашла в интернете, я могу вам оставить ссылки на тот один, который прямо был... Формулировки вопросов на этом сайте были максимально схожи с тем, которые нам попали с DMV. Но есть много других сайтов, которые примерно такие же вопросы, но формулировки другие. Также вам необходимо взять книжку, как теорию правил дорожного движения. Ее можно было бы взять либо в DMV, либо скачать на сайте DMV. И в интернете можно найти, прям по штатам. Это несложно. Я в интернете нашла. А, по-моему, на сайте DMV я их скачала. Пожалуйста, подучите ее тоже. Особенно знаки дорожного движения. И мне попадались вопросы по поводу... Там есть такие таблички. При какой скорости, какой тормозной путь? Вот такой был вопрос, по-моему. И какая скорость, максимально разрешенную скорость на дорогах разного значения. То есть, если это дорога между штатами, либо это дорога просто в городе, какая максимальная скорость? Там прям такая табличка, и оттуда были вопросы. Много было вопросов. А, давайте я вам расскажу про то, что мы пришли второй раз, и нас снова пригласили в окошко. Мы снова туда подали документы. По-моему, ID мы снова подавали. Наши права русские, насколько я помню. У нас были в России права. И поэтому нам здесь не надо было учиться уже на права. Только сдавать экзамены. И они проверили, что да, наши документы подтверждены, наш статус. И вызвали нас по очереди на теорию. Теоретический тест на компьютерах состоял из двух частей. Первая часть — это знаки дорожного движения. Это 10 вопросов. И в них нельзя допускать ни одной ошибки. Поэтому очень хорошо и тщательно выучите именно эту часть, где нельзя допускать ошибок. Во второй части 30 вопросов. Если вы прошли первый, вам включается вторая часть. Там, по-моему, 30 вопросов. И там можно, по-моему, 6 ошибок допустить, если я не путаю ничего. Мы допустили 4 и сдали. Да. Там было очень много вопросов по поводу, верно ли утверждение вот таких. И был один вопрос очень интересный. И мы с мужем сделали в нем ошибку. Оба у нас был одинаковый. У нас, вообще, по-моему, тест практически поодинаковый. Были очень много схожих вопросов. По поводу того, что если вы врезались в машину где-то на парковке и нету человека в машине, ну, то есть в ту, в которой вы врезались, там никого нет, машина пустая, что вам нужно сделать? Там были варианты, ответы такие, как нужно сидеть, ждать человека, что-то еще, и написать записку со своими данными, ставить ее под стеклом. В общем, мы с мужем ответили, что нужно, конечно же, сидеть и ждать. По логике, как из России, да, попробуй-ка уедет с места происшествия, да, сразу тебя прав лишат. Вот. А на самом деле, тут, в Америке, оказывается, нужно просто оставить записку со своими данными и уехать. Вот. Вот это была одна из моих ошибок. В общем, в итоге мы теорию сдали оба. Я могу в инфобоксе оставить, да, еще раз повторяю, сайты, которые нам помогли при подготовке. Затем нам сказали, запишитесь на практический тест и приходите к назначенному времени. По-моему, мы записались только через неделю-полторы, или две в удобное время было. По-моему, через полторы. И мы пришли к назначенному времени, но так как это DMV, то они нас не вызвали вовремя, а они нас сначала снова вызвали в окошечко, там нас снова фотографировали, и вот этот третий раз, перед тем, как сдавать на практический тест, вот именно эта фотография пошла затем на права. Поэтому подготовьтесь в этот день, выгляните хорошо. Вот. Кстати, это получилась одна просто из моих самых лучших фотографий на любых документах, потому что она черно-белая, мне кажется, в этом секрет. Вот. И, значит, мы пришли. Сначала сдавал мой муж, мы сдавали на одной машине, после него сдавала я. В общем, расскажу, как меня, про себя, про него не буду. Меня вызвал молодой человек, который принимает экзамен. Он такой, знаете, был добродушный, веселый, что-то разговаривал со мной. Мы подошли к машине, я села, он мне сказал, заведи машину. Я не буду сейчас говорить, как это он мне говорил на английском, именно эти задания, которые мне нужно выполнить, потому что у меня плохой английский. Вот. Но я могу написать внизу, если вам интересно. Он просил меня завести машину, включить левый поворотник, правый поворотник, дальний, ближний свет, затем перевести на заднее, заднее движение, движение задом. Он посмотрел, пошел сзади, что у меня там, видимо, зажглись фонарики и огонечки. Не знаю, как правильно, извините. Вот. И затем он сел в машину и попросил меня включить тепло, печку. Вот. Я все это сделала, он мне сказал, окей, давай, поехали. Мы выехали и буквально ездили, я не знаю, пять минут, может быть, семь от силы, вокруг деньги там проехали. И он мне... Самое удобное было, что он мне все время... А, не забывайте, самое главное, не забывайте тормозить на знаке стоп и считать до трех, потом трогаться. Это все, что я выяснила из того, что смотрела видео на ютубе. И затем он... Он прямо говорит, перестраивайся в левую линию. Так, у меня слабый английский, но я все равно понимала, что он мне говорит. Перестраивайся в левую линию, поворачивай налево, при повороте держись там левой полосы. То есть он прямо дословно говорил, что мне нужно сделать это. А вот. Мы потом приехали, вот буквально поездили пять минут, приехали, он мне говорит, поздравляю, ты сдала. Я говорю, уа, спасибо. Вот. То есть прошло все в такой непридужденной, легкой обстановочке. Да, я помню, в России все были такие напряженные, сидел какой-то там милиционер на соседнем сидении, вот с таким лицом не разговаривал. Короче, я была... Такая себе обстановочка была. Не дружелюбная. Вот. А здесь так все уютненько. Затем он мне сказал, давай, жди, тебя вызовут. Меня вызвали, я заплатила, по-моему, 20 долларов за права. И затем мне сказали, что права вышли мне по почте. И буквально через... Мы в понедельник сдали, а в воскресенье нам выслали права. Уже нам пришли по почте. Теперь мы с правами. Вот. А, еще вспомнила, кстати, небольшой нюанс, что я сдала... Учила я теорию на русском... Ой, на английском языке. А когда пришла сдавать, то я попросила включить мне русский язык. И... Потому что я не уверена, что я правильно могу понять все вопросы. И мне... Когда ты сдаешь на русском, то ты можешь переключать на английский. Потому что на русском не всегда кредитный перевод. То есть ты можешь менять язык прямо в процессе решения. Вроде бы так, кратко попыталась уложиться, там, 10 минут, и рассказать вам нашу историю получения прав. Возможно, вам это поможет. Так что, если какие-то есть вопросы, можете задавать. Спасибо за внимание. Пока-пока.